Всем привет, с вами Нильвгорн, это Планета Эксплорерс и я продолжаю строить, изобретать и создавать новые машинки, но создаю я их не сам, я просто исключительно собираю ресурсы и создаю то, что создали другие, но все равно как бы я собираю на этом. И вот такой вот броневичок получился, очень классно смотрится, по-моему, прям вообще очень детализированно, то есть человек реально постарался, постарался вложить все, наверное, свое искусство строить, даже двери, всяческие ручечки есть, то есть все так отлично сделано, мне очень впечатлила вот эта именно постройка, то есть и в принципе у меня даже и нету больно-таки отстреливающего устройства, то есть ну всего лишь пулемет, но самое главное мне понравилось то, что он высокий, вот это огромнейший плюс этого транспорта. Давайте уберем мое передвижное, так сказать, поселение мое, потому что, к сожалению, я пока что не могу найти, ну и не занимаюсь, конечно, уж если честно говоря, не занимаюсь слишком этим, чтобы искать себе поселение, место для поселения, но рано или поздно я наткнусь на что-нибудь интересное, поистине интересное и тогда обязательно вам покажу, давайте протестим наш транспорт. Транспорт, ну да, все. Я уже вижу, как сказать, неправильное вот, потому что у него все колеса поворачивающие, это, конечно, вертлявость транспорту придает, но, как сказать, как-то он, ну нет, кстати, очень шустренько. Что-то не пойму, что это написано, красным, что-то недовольным, всем-то очень прикольненький беременничок, нет, я все, я ошибся, очень грамотно управляется и, смотрите, так тоже отлично, то есть, самое главное, чтобы транспорт ездил, да, вот по таким вот, так, мне надо вот в ту сторону, вот по таким вот полугам, ну, как сказать, холмам, что ли, я не знаю, как правильно сказать, так, понятно, нет, тупик на ту сторону, ладно, сейчас мы найдем, как перебраться. Самое главное, чтобы ездил вот по этим склонам, по остальному всему, ну, там уже специальный, так сказать, транспорт нужно создавать с необычным расположением колес. Но то, что здесь вот так вот все, как-то мощности, как будто, такое чувство, как будто мощности не хватает. Но, в принципе, машинка очень классненькая, мне нравится. Симпатично очень сделано, очень так. Так, ну, там у нас что? Ага, у нас там инопланетяне, деревушка инопланетяне, ну-ка. Как-то... Вроде... Ну, миниган такой стоит, да, блин, это звук такой, как будто, я не знаю, дешевого, какую-то автоматика. Нет, мощности мало, ну, аппаратом такой чувствует. Ну, и света вокруг очень много, конечно, если ночью, то прям освещает реально все. Очень прикольно, то есть, конечно же, вот прям, вот, 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 прям, а-а-а-а-тсс. Прям такое чувство, как будто пожалели двигатели на этот транспорт. Ну, ладно. Так как мне нужно двигаться в том направлении, то как раз-таки и продолжим. Давайте эта серия и следующие будут посвящены, наверное, именно транспорту всяческому. Буду я его собирать, крафтить, пока не найду себе места для, ну, так сказать, где обжиться можно. А сесть, вот, правильное слово. И следующее у нас будет летающий транспорт. Вот такого вида. Тоже мне очень понравилось, как человек сделал. И сейчас он прогрузится, вот. Опять вот, цветовая гамма, кстати, не прогружается. Почему-то, не знаю. Ну, то есть, в принципе, очень классно сделано. Да, залетим тогда уже сразу. Оп. Прям на один процент двигателя, чтобы чуть-чуть от земли оторваться. Давай-давай-давай. Притом, видите, забавный момент, то, что задняя часть, ну, быстрее оторвалась, как бы, чем передняя. И я всегда, кстати, двигаюсь на ней, на ней. Это, наверное, из-за того, что, как раз-таки, вот эти пропеллеры, они... Ну. То есть, видите, я прям, вот, прям пытаюсь затормозить, но мне не получается очень туго тормозиться. Потому что только пропеллеры не тормозят, но реактивные двигатели, конечно, работают нормально. Здесь ничего, такое, неплохое влучшение. Ну, кстати, очень хороший транспорт в том плане, что он не быстрый, не тот скоростной баги, который я показывал до этого. То есть, очень такой стабильный самолет такой, даже, ну, не знаю, воздушный транспорт. Так, я не вижу здесь башню, а вот она. Так, мне интересно же, сейчас сразу бомбить начнем. Так, надо сделать заход с другой стороны немножко. Отлично. Сейчас это прям вообще... Самое топливое. Нет, не хватает мощности. То есть, не то, что не можете, а вот, как-то, не опускается ниже. Пытаемся... Если я сейчас опускаю ниже опуститься, то это... А, попробуем опуститься. Потому что я хотел бы, чтобы пушка не попадала. Ничего. Сначала взорвем. Мощности... Хватит долго, я чувствую. Все. А теперь просто взлетаем всех врагов, потому что, как видите, к сожалению, вот, создавая транспорт, и его довольно-таки несложно создать. Мы можем создать такого монстра, который... которому не будет равных. Здесь нету какой-то такой цели, которую нужно было бы втроем, в четвером идти, и то вас бы там, ну, вам бы очень тяжело было. Вот, кстати, пушка, конечно, неудобно. Она потому что стоит, вот, как видите, ну, прямо вот впереди. Она вниз не может опускаться. Это, конечно, не черта себе. Тут аж две деревни рядом, и... Как видите... Так, давайте... Знаете, мы что сделаем? Мы опустимся? Во-первых, опустимся. Немножечко опустимся. Вот так вот. Так. Так, 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 так. Спокойно. И перейдем в ближний, так сказать, бой. Потому что, ну, как-то несерьезно, да? Мне так кажется. Возьмем что-нибудь помощнее. Ну, как минимум, вот, стволов в разы больше, я боюсь, нет. Если он тут не исчез, это... Ну, как видите. Но... Это транспорт, конечно, так батарейки кушает, что... Он быстро... Ах ты! Кто еще? Все, батарейка села. Сели батареи. Очень мало батареи в этом транспорте. Жрут они прям. Ну, вот, отлично. Главное, 9 микросхем. Железо. Отлично. Даже алмазы я, к сожалению, пока не придумал, для чего можно использовать алмазы. Ну, как-то... Ну, у меня нету идей, честно говоря. Давайте тогда возьмем, ладно. Раз. Такое дело. Закрутилось, чувака, все конкретно. Так, раз такое дело, возьмем наш болид. Просто шикарнейший транспорт на данный момент. Есть бы его не... Успокоим наши стволы. Есть бы его не... Не скорость его, то... Кому был просто шикарен. Но, в принципе, я от него этого и халил. Давай! Пошли! Конечно, батарейка он тоже получает усиленно, так сказать. Ну, конечно, и хорош. Мне вот это нравится. Болид и бедей его, и... Как у него... Вообще, как он вот этот аппарат построен. То есть, очень классно сделано. На мой взгляд, он пока один из лучших. Ну, по крайней мере, мне больше всего понравился. Прям такой скоростной. Отличный. Ну, тут, в принципе, то же самое. Я думаю, что во всех... Во всех таких коробках одно и то же будет. К сожалению, пока что нету там других наград каких-либо. Ну, не знаю уж, почему они не решились сделать какое-либо оружие. Я бы даже с удовольствием поездил на транспорте том, который, ну, создал... Создали создатели этой игры. Тоже очень бы прикольно-то было. Так. Сейчас взлетим немножко. То есть, ну, представляете, да, что они вот именно сами создатели создали. Это... Такой мелкий взлет. Плавный. Пролетим пока немножечко до вот следующего поселения. Вот. Наверное, вот это, скорее всего, людское поселение будет. Потому что, как правило, всегда именно так. Ну, то есть... Две... Две базы врагов и одна база людей. К сожалению, банально тут расположение. Ну, вот давайте мы здесь приземлимся пока что. И покажу последний на сегодня транспорт, который... Он тоже у нас будет... Так сказать, воздушный. Не получается грамм приземляться, к сожалению. Потому что плавности не хватает в этих устройствах. И не придется побольше места. Потому что транспорт этот... Ну, наверное, он относится к самым большим. Давайте посмотрим, что это такое. Да, это вот... Такой вот звездный корабль. Как бы его так развернуть-то и... Как видите, к сожалению, вот с... Как бы именно приземлением у всех тут проблемы. Но такое вот большое устройство. Это реально какой-то космический корабль. К сожалению, здесь... Ну, вход он так... Просто нарисован. То есть... В принципе... Он издалека очень смотрится хорошо. Но вот сблизи как-то, честно говоря... Попробуем его активировать и посмотреть, что это. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, а что это мы сразу назад куда-то двинулись? Исключительно на ракетной тяге все происходит. Смотрите. Баланса... Баланса у корабля нету. То есть задняя часть провисает и его тащит вперед. видите то есть физика здесь в принципе какая-никакая но она есть и к сожалению этот транспорт исключительно как бы прикольно даже накореняется то есть это транспорт и ух ты нифига себе это что такое вот это сейчас что такое вот это я первый раз такое озеро вижу я кстати вижу воду глубокую воду она как это сама появилась так нет какая-то глупость честно говоря он даже поворачивает смотрите очень так долго потому что это на ракетной тяги исключительно корабль сделан и смотрите у нее разворот какой о боже мой и на месте я так понимаю он 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 на месте даже не может развернуться то есть это поистине гигант так сказать то есть либо ску скорость просто небольшую нужно тогда вот я вот сейчас у них не хватает двигателей на разворот потому что видите вот всего лишь один двигатель поворотный то есть да конечно смотрится очень эпичные посмотрите если вы там где-нибудь находите на своей базе да и такая вот хрень прилетает это очень конечно эпично будет смотреться к сожалению мало стволов и для такой громадины ну могли бы чуть побольше двигатель поставить боковых то есть хотя бы на крыльях еще парочку штук чтобы вот именно разворот получался более комфортно ну так вот в принципе очень даже отлично и смотрится отлично и сейчас мы давайте тогда пробуем глубоководный транспорт потому что как видите здесь какой-то не знаю сгенерировалось какое-то озеро скорее всего здесь было озеро изначально но здесь прорезала это озеро еще и река к тому же так что в общем как тут так необычно сгенерировался и приземление как всегда у меня получилось нет он всего лишь смотрится эпично но к сожалению так как как транспорт он не очень давайте посмотрим тогда две лодки я думаю закончить на этом здоровенном корабле к сожалению не оправдал мои надежды потому что я все пробую исключительно вас то есть первый раз я включаю этот весь транспорт но всегда как бы на вас потому что не я его создавал и он уже точно работает так ну раз здесь глубина большая давайте сначала вызовем мою лодку который я сделал тяжелую про и да она пошла на дно просто пошла на дно да и к сожалению так оно и будет потому что она цельнометаллическая тут в ней столько тонн столько на даже фары не включаются к сожалению но смотрите я сделал своеобразную подлодную лодку такая медленная но верно бы 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 эх жалко не не выдал был я конечно ну ладно давайте тогда вылезем потому что у меня нет к сожалению акваланга надо почему почему бы его просто напросто не скрафтить быстренько так как раз все хватает да здесь есть акваланг к не знал то есть если вы хотите плавать под водой подольше то просто одеваем акваланг и все поверх маски и теперь у нас воздух не кончается ну не удалось мы моя лодка надо будет еще переделать ну давайте тогда призовем лодку ту которую так сказать я скачал и сделал притом она очень похожа на батискав то есть ну к сожалению так отключим сразу ракетные все эти устройства так как бы на главу вову 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 скорость конечно так сейчас развернемся немножечко так по-моему да вот так вот так и мы погружаемся так а вот погружение не но нет у нее погружение к сожалению то есть а нет она погружается смотрите отлично на реально как-то каким-то образом погружается то есть мы можем реально плавать под водой это круто то есть к сожалению только она ну как погружается как-то своеобразно скорее всего мне кажется там просто стоят пропеллеры которые ну вверх смотрят то есть и при движении вперед как бы тянет аппарат вниз то есть тем самым кстати как раз таки можно делать подводную лодку вот и все в принципе я придумал прикольно пожалуйста мы будь искал еще хочу одну вещь такую сделать как все ну и сразу мы сели на дно морское еще одна идея появилась проэкспериментировать хочется то есть сейчас я на своей скоростном маленьком катере влечу в этом в этом море посмотрим что произойдет прикольно 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 у меня скорость жесть какая увеличилась просто а и жизнь давай давай ну конечно управление транспортом здесь остается оставлять вот и короче могли бы и получше сделать потому что у вас пошел 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 давай на максимальную сейчас мы взлетим давай давай прям подскакнул скорость прям зашкаливает прикольно да конечно здесь именно прикольно вот эти гонки страти к сожалению жалко здесь не слишком развит мультиплеер не настолько насколько я думал потому что можно было бы даже к примеру если стройка заниматься можно было бы гонки на катера гонки на гонки вроде есть на машинах а вот именно на катерах сделал где делать то есть не да так вот где-ка поворачивать надо там резко допустим вот как видите да то есть какой не такой быстро тут надо там но а вертуляться там поворачиваете успевать там резкие заворотом и там шефа повернули еще вот надо влететь и бабах вы не смогли повернуть его придать начать такое было бы прикольно загрузил ну конечно глюков очень много цепляется ну неправильно цепляется мне кажется за бока что ли то есть за землю как-то так я все правильно еду в ту сторону мне именно надо скоро у меня просто кстати развалится лодка потому что в принципе она у меня вообще деревянная так что вполне может умереть в любой момент ну что ж подписывайтесь на канал ставьте лайки если вы желаете увидеть следующий какую-либо технику то есть транспорт какой-нибудь может быть даже пишите в принципе можно сделать побольше машины либо больше лодок или побольше транспорт воздушного транспорта я сейчас рандомно выбираю что конкретно я буду крапсить поэтому сами смотрите сами выбирайте все зависит от вас если вы желаете следующей серии то ставьте лайки и 10-15 лайков вам обеспечит следующую серию это сто процентов другой вопрос конечно срок этого но то что она будет это прям вот я гарантирую вам так что дерзайте все зависит от вас предлагайте другие какие-либо игры если вы хотите как-нибудь со мной связаться или у вас есть предложение то под видео вы можете найти координаты ну айди моего рейт кал канала я принципе сижу там очень часто так что он вы меня можете там поймать если уж вам прям критично нужно со мной именно поговорить потому что многие ему наставить на этом поэтому так так что как бы все в ваших силах так я пока в темном варианте полетая в сумерках так сказать так что если у вас есть предложение на какие-нибудь игры или вы знаете какие-нибудь новые проекты которые только-только начинают ну так сказать жить и начинают развиваться то пишите обязательно мне о них я с удовольствием люблю следить за новыми песочницами за новыми проектами похожими на майнкрафт или что-нибудь в этом роде или проекты по выживанию очень много таких которые сейчас развиваются и в збт в который к сожалению многих меня не пускает либо уже есть об этом если я пытаюсь обо всем рассказывать и делать как-то обзорчики и много интересных видео сейчас я стараюсь найти что-то новенькое так что будет еще много интересного и подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте с вами был ниль горн всем всего хорошего пока спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...